Зеленский рассказал, каким должен быть ответ на ядерный шантаж России. Мир должен отвечать на ядерный шантаж России, атаковать центры принятия решений в Украине. И это не зависит от того, находится Украина в НАТО или нет. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Что касается использования ядерного оружия. Я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна ударить по центру. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Принятие решений, пояснил Зеленский. По его словам, мир должен отвечать. И здесь не важно Украина страна НАТО или не страна ли НАТО. Сегодня в Европе на европейском континенте никому не позволено шантажировать как террорист. «Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующий. Смотри, если ты ударишь по банковой, то будет удар туда, где ты находишься. Если ты так поступишь, то ты должен знать, что через секунду будет удар по центру принятия решений в твоем государстве». Это никакой не шантаж, добавил президент. Напомним, что в РФ неоднократно угрожали ударами по украинским центрам принятия решений. Сегодня российские войска ударили ракетами поровно, в городе есть прилеты по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без жертв. В субботу, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Сбить. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова